Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery 3 2006 года выпуска Двигатель 2.7 турбодизель Полный привод Коробка-автомат Пробег на автомобиле 218 тысяч километров Ситуация такая Меняли резину, сняли запаску А обратно ее поднять не смогли Механизм забился грязью Сейчас поднимем авто Посмотрим, как он устроен Как он снимается, не снимается Почистим Сделаем его рабочим Поднимаю автомобиль Вот здесь механизм Снизу Крепится Двумя болтами с гайкой И четыре гайки Головка быстрее всего на 10 Но здесь Антикоррозийка Какая-то Очень грязная Поэтому сейчас немножко Посрезаю ее Потом инструмент отмывать Приходится Чищу Немножко почистил Головочка Универсальную взял На 10 Удлиненную Чтоб гайки открутить У мастики Антикоррозийки Есть плюсы, есть минусы Сохраняется резьба Сохраняется металл Минусы Только один Мараются руки И инструмент Вот и все Вот и все Сейчас посмотрим Он вообще неразборный Здесь Четыре клепки Типа контактной сварки Клепки пробиты Два металла Я попробовал почистить Получается Чтобы ее вскрыть А вскрывать нам ее В любом случае надо Я сейчас высверлю Вот эти места Потому что Что-то произошло Она крутится Крутится А трос не наматывается И не опускается То ли что-то соскочило То ли что-то оборвало Пока не вскроем Не поймем Засверливаю Засверливаю Ей Из завтра Хороший Теперь Минус Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я понять не могу пока принцип ее работы Потому что вот эта шестерня Которая крутит катушку Она Цельная вместе с этим ухом И ложится вот сюда И работает она Быстрее всего переставляя Типа эксцентрика Потому что вот этот круг Он тоже эксцентриком сделан По зазору видно И она ее просто передвигает Сейчас хочу Так, вытащить эту текстолитовую С тросом здесь беда Что-то уже Понакручено здесь Ну я сейчас помою Трос-то Трос сморщенный И сморщенный-то Он уже давно Так Здесь я тоже Помою Так Это я сейчас Ладно помою Так А вот с этим надо разобраться Здесь Что крутится Без эксцентрика Эксцентрика Без этого я должен Я так полагаю Крутиться вместе с эксцентриком И когда он крутится с эксцентриком Вот это стоит А эксцентрик крутится Он у нас Просто передвигает Вот эту Вверх-вниз И она в свою очередь Переставляет На катушке Что она переставляет Тут ничего Нет Переставляет Он катушка крутится Да Катушка крутится Медленно Но крутится Этот Своеобразный редуктор Сделан Следовательно Вот эта шестерня Должна на оси Быть Жестко А ее Прокручивает Значит Срезала Наверное Шлицевая Сейчас попробую Через этот стопор Протянуть Наверное В тисках Зажму Срежу Не срежу Его Будет видно Шайбу Я эту Снять Целиком Не могу Металл Толстый Поэтому Я на нее Надавил Она Видно Лопнула По-другому Снять Не получается В любом случае Сейчас Я думаю Что нам Надо будет Прихватывать Эту ось Что нам Дискут Четвертый Дискут 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 Здесь резинка уплотнительная еще стоит. А, здесь квадрат был, вот он квадрат, и его срезало. Сейчас только у хозяина узнал, что наши на монтажке, где опускали этот механизм, опускали его пистолетом пневматическим. И вот этот квадратик срезали. В принципе, квадрат тонкий, ничего удивительного в этом нет. Но собрать теперь у нас ее будет проблематично. Остается только выход. Не знаю, что это за металл. Остается только сварка. Мало того, здесь еще она и разделена. Она разделена. Квадрат. Эту штуку крутит при усилии. При усилии. Вот эта шайба, она проскакивает по сегментам. Здесь вот они как шариками выдавлены. И она проскакивает. А сейчас она у нас проскакивать не будет. Сейчас она у нас будет просто работать в жесткую. В любом случае получается вещь не восстанавливаемая, а заменяемая. Так, не знаю, сейчас попробую, что за металл. Возможно, даже сварка его не возьмет. Нет железа. И каленое железо. А все вращение идет вот именно на эту шайбу. А здесь должен быть квадратик. И собирается она все на месте. Поэтому и варить нам надо будет прямо на месте. Не знаю, насколько это будет работоспособное, но какое-то время походит. А так, по идее, надо вот этот палец делать новый. Делать его с четырехгранником. Все остальное, все остальное рабочее. Квадрат целый. Четырехгранник бы вошел сюда. И все бы оно работало и крутило. Попробовал маленько тросик вывернуть обратно. Поровнее сделал. Будет работать. Здесь болгаркой зачистил. Сейчас попробуем приварить. Насколько это у нас получится. Только, к сожалению, от этого кольца. Но, правда, сплошным варить не буду. Думаю, что не сгорит. Буду надеяться, что не сгорит. Так, а вот теперь вот нам ее надо приварить. Здесь у нас лежит. И этот лежит. Здесь место у нас не мешает. Позволяет. Расстояние есть. Сейчас замерю. Так, а это у нас вина. Ну, в крайнем случае, если вдруг сварка будет мешать, вот это притоплю. Маленько. Сердцевину. Массу брошу. Ну, как варить, уже не буду показывать, что вы камеру не жечь. Уберу пока ее в сторону. Сварщик, конечно, я никакой, но технично присрать-то я присрал. Держаться будет. Теперь она крутится. Померить, померил. Встает нормально. Поэтому добавляю смазки под низ. Получается, подсовывая, чтобы она у нас присутствовала везде. Посмотрим, какое время она у нас поработает. Учитывая то, что три года автомобиль эксплуатировался, а колесо не снималось. Поэтому будет она работать довольно-таки нормально. Также добавляю здесь смазки. Теперь намотаю на катушку. Так, это у нас сюда идет. Это у нас сюда пойдет. Потом сюда еще в катушку бахну. Маленько смазки. Трус, конечно, оставляет желать лучшего. По крайней мере, это получше, чем было. Сейчас намотаю его. Сейчас намотаю. Так, ну все. Больше я пока мотать его не буду. Нам все равно надо будет его отпускать, чтобы колесо подвесить. Все, вот видно, она зашла у нас зацепление. Трус вроде как работает. Вот эту собачку поворачиваю до этого фиксатора. И раскручиваю обратно. Неправильно сделал. Трус должен через вторую крышку проходить. Здесь вот в крышке вытаскивал, чистил, вставляю ее на место. И вот через нее проходит трос. А только потом он накручивается на катушку. И вот здесь вот здесь вот раз. вначале конечно он плохо что не заходит нормально у нас будет он царапал он крышку и будет продолжать ее царапать просто по-хорошему бы заменить но отдельно он не идет добавляя сюда смазки и вставляю катушку на место катушку вставил герметика здесь не было я хотел посадить на герметик чтоб грязь не попадала но сейчас все вымазал здесь в литоле поэтому он герметики осадить не буду я лучше добавлю еще литола все будет здесь в смазке мы собираем теперь ловим вот этот ушко чтоб у нас зашло в этот паз для фиксатора здесь попасть и не попасть его не получится видно что попал а теперь его сдавливаем и он и Все. Зазор у нас ушел, я сейчас ее болтами прямо на автомобиле стяну, этих заклепок не будет, клепать я их не буду, потому что они мешать будут по площадке, а держаться она будет. И уже установив ее, попробую опустить и зацепить запаску. Идем на автомобиль. Все, резьбу я помажу. Опа, резьба-то, да, резьба там. Говорю, резьба там, резьба на эту, с другой стороны находится, на кронштейне. Не на кронштейне, на лебедке. Завожу ее на место. Завод. 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 З引клик. Завод. все вот эти болты у нас получается и стягивают ее смазки это напихал будь здоров сейчас у нас трос который будет выходить будет тоже смазан на в о о о о о о о Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хорош Все Опустился, сейчас цепляю запаску Субтитры сделал DimaTorzok 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 да да нет нет может выше андрю нормально подниму работает механизм и это радует стоит он не дешево что его можно кустарным способом восстановить та шестерня выполняет роли редуктора поднимает медленно чтобы усилия было достаточно от руки все запаска висит вот таким образом восстановили и еще хотел показать вроде бы ерунда вот окошко это сам механизм лифт который мы восстанавливали и вот у него видно набито место когда диск стоял он стоял вот этой этим лучом сюда упирался и он бился об механизм и диск попортился и колесо нормально не зажималось вот здесь по бокам вот они втулки есть резиновые в них резина упирается и за счет этого колесо прижимается мир то поэтому когда запаску устанавливаете поворачивать его так окно чтобы было на механизм и диск будет оставаться целый болтаться запаска не будет на этом все всего вам доброго и Продолжение следует...